Голосовой автоответчик ВК в InviteBot. Первое, что нам необходимо, это записать свой голос. Я это сделаю через стандартную программу записи голоса. В Windows у меня установлено 10. На Windows 10 есть стандартное такое приложение. Здравствуй, мой друг. Рад тебя видеть в друзьях. Продолжение следует... Сделать это очень легко. В Google либо в Яндексе вводим конвертер в MP3. Нажимаем кнопочку «Найти». И вот самый первый конвертер нам уже подойдет. Открываем файл. Выбираем нашу запись. Указываем MP3. Качество я поставлю лучшее. Нажимаем «Конвертировать». Скачать. Как видим, файл уже скачан. Я его вырезал и сюда вставляю. Если у меня несколько таких файлов, чтобы я не путался, я их обычно обозначаю цифрой 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Так как наш автоответчик может поддерживать несколько голосовых вариантов приветствий. Хочу обратить внимание, что мое голосовое получилось 22 секунды. Больше делать я не вижу смысла, потому что люди просто не будут слушать вас до конца. Обязательно необходимо поприветствовать человека, надавить на ее проблему и дать решение этой проблемы, задать вопрос. Вот если вы в 20 секунд уложитесь, это будет просто замечательно. Этот ненужный файлик я удалю. Теперь приступим к самой настройке аккаунтов. Вот этот аккаунт я создал только что. Открываем браузер. Теперь нам необходимо авторизоваться в этом браузере. Так как у меня уже есть готовые аккаунты, я авторизуюсь. Нажимаем кнопочку сохранить. Открылся мой аккаунт. Теперь нам необходимо включить микрофон на данном браузере. Эту процедуру на каждом аккаунте нужно делать всего один раз. Перед запуском голосового. Впоследствии этого делать не приходится. Если вы будете создавать новый аккаунт и захотите работать через голосовой автоответчик, эту процедуру нужно будет проделать вам так же. Я захожу в сообщение. Открываем любого человека и нажимаем на микрофончик. Появляется вот это вот окно. Здесь обязательно нажимаем запомнить это решение. И нажимайте кнопку разрешаю. Вот эта вот процедура у нас уже подготовлена. То есть смотрите, при повторном нажатии мне не приходится здесь нажимать вот эту кнопочку разрешить. То есть один раз мы это сделали и все. Эту процедуру необходимо проделать на всех аккаунтах, на которых вы собираетесь запускать голосовой автоответчик. Именно через инструмент InviteBot. Если мы закрыли браузер, как я сейчас это сделал на крестик, нам необходимо обязательно и здесь его закрыть, чтобы это поле стало активным. Следующий момент, который нам необходимо сделать, чтобы подготовить голосовой автоответчик. Заходим в этот раздел правой кнопкой мыши. Звуки. Здесь выбираем вкладочку запись звука. Как видим, у меня микрофон включен, он работает. Но у меня есть стереомикшер. То есть если они не отображаются, нажимаем правой кнопкой мыши и видим, да, показать отключенное устройство. Если вот мы снимем галочку, они исчезнут. Я правой кнопкой мыши нажал в свободную область и нажимаю галочку «Показать». Вот видим, стереомикшеры отражены. Перед запуском голосового автоответчика вам необходимо включить стереомикшер. Правой кнопкой мыши «Включить». Имейте в виду, во время работы данного инструмента вам необходимо выключить внутри компьютера все звуки. То есть отключить Skype, отключить посторонние соцсети. То есть если какой-то будет звук, он обязательно тоже запишется пользователю. Также не забывайте выключать микрофон. Вы будете находиться у себя в комнате, и все звуки будут записаны человеку, которому отправляет InviteBot голосовые сообщения. То есть если вы отключите микрофон, такого не произойдет. Обязательно отключайте микрофон. Если у вас работает голосовой автоответчик в InviteBot, встроенный микрофон у вас отключен, но вдруг вам кто-то позвонит в Skype, либо вы сами захотите позвонить в Skype, либо инструмент у вас прекратит работу, и вы захотите с кем-то связаться, то вам необходимо обязательно включить микрофон. Если вы этого не сделаете, вас слышно просто не будет. Не забывайте это. Если вы нажали правой кнопкой мыши и поставили галочки «Показать отключенное устройство», отсоединенную устройство, и здесь у вас не отразился стереомикшер, то вам необходимо установить драйвера на вашу материнскую плату. Данная процедура не очень сложная. Либо в Google, либо в Яндексе можно будет просто спросить, какая модель материнской платы у вас, и как установить драйвер для вашей материнки. И все. Там буквально в два шага вы устанавливаете драйвер для своей материнской платы, и стереомикшер у вас появится. Если этот способ для вас сложный, либо он просто не получился, есть другой выход. Он более простой. Вам не придется отключать микрофоны и прочее. Это провод AUX. Данный провод вы можете использовать, и вам не придется включать стереомикшер и отключать ваш микрофон. Один конец вы вставляете в разъем для микрофона, второй конец вы вставляете в разъем для наушник. На ноутбуке вот так вот выглядят эти разъемы. Видите, где они находятся? В компьютере эти разъемы находятся с тыльной стороны, либо спереди, обратите внимание. Просто вставляете эти разъемчики в одно гнездо, во второе гнездо, и можно пользоваться голосовым автоответчиком. Как только голосовой автоответчик отработал, вы можете вытащить из этих разъемов данный шнур, и полноценно дальше пользоваться своим компьютером. Также обращаю ваше внимание, на удаленных серверах голосовой автоответчик не работает, то есть даже не пытайтесь. Здесь для себя нужно сделать выбор, либо удобство удаленного сервера, где инструмент может работать 24 часа в сутки с выключенным компьютером, либо также использовать голосовой автоответчик, но компьютер всегда будет включен при работе разных инструментов. Еще хочу сделать одно уточнение. Некоторые пользователи вам будут писать то, что вас не слышно. Данные пользователи сидят с телефонов, так как у нас отправка происходит с компьютера, а не с телефонов. Возможно, это вызовет проблему, и пользователь вас просто не сможет услышать. Обычно я таким людям говорю, пожалуйста, прослушайте с компьютера. Люди обычно реагируют нормально. Это такой баг соцсети ВКонтакте. Будем надеяться, что в скором времени его устранят. Эффективность данного инструмента значительно увеличится. Давайте настроим наш автоответчик. Выбираем автоответчик. Либо нас подтвердили, либо нам заявка в друзья. Нам заявка в друзья – это когда к нам просятся люди. Нажимаем «Настройки». Здесь мы можем указать максимальное количество приветствий 50. Я рекомендую, пока вы учитесь, использовать не более 30. Случайную задержку можно выставить разную, но я выставлю минимальную, чтобы у нас все работало как можно быстрее, так как я записываю урок. По умолчанию у нас стоят галочки «Ставить лайк на аватар пользователя», на стену пользователя. Возможно, вас устроит писать сообщение, только когда переписка с пользователем полностью пустая. Здесь ставим галочку «Включить аудиозапись». Нажимаем «Плюс». Нажимаем на папку. Далее загружаем заранее наш подготовленный файлик. Видим, InviteBot нам написал «Файл успешно загружен». Обязательно нажимаем «Сохранить». Если мы не нажмем «Сохранить», InviteBot просто не будет работать. После этого мы можем запустить инструмент. Обратите внимание, у меня стоят по умолчанию галочки «Показывать браузер» и «Включить картинки». Перед запуском, в принципе, можно отключать картинки в целях экономии трафика. Давайте запустим инструмент. Обратите внимание, инструмент поставил лайк на стену пользователя. Также теперь поставит лайк и на аватар. Обратите внимание, что инструмент поставил лайк на стену пользователя. Вот, как видим, InviteBot отправил за нас приветственное голосовое сообщение. То есть оно отображается не файликом каким-то, а именно как будто голосовое. То есть пользователь увидит, что ему кто-то отправил голосовое сообщение, обязательно его прослушает. Давайте остановим инструмент. Аналогичным образом настраиваем следующий наш браузер. Сначала открываем браузер, авторизуемся в ВК, заходим с кем-нибудь в переписку и нажимаем на микрофончик. Далее в левом верхнем углу появится окно, где нажимаем галочку «Сохранить» и нажимаем «Разрешить». Разрешить использование микрофона. Данную процедуру надо сделать на каждом вновь созданном аккаунте. После того, как вы проделали эту процедуру, выбираете в заданиях нужный вам автоответчик и настраиваете его. Обязательно нажимайте кнопку «Сохранить». В первом аккаунте я настроил только один автоответчик, нам заявка в друзья. Настроим второй автоответчик аналогичным образом. Здесь выставим количество приветствий, случайную задержку. Ставим галочку, плюсик. И добавляем наше голосовое сообщение. Нажимаем «Сохранить». Обратите внимание, что количество голосовых неограничено. Вы можете записать несколько вариантов своих голосовых приветствий. Инструмент будет выкладывать их по порядку. Первому пользователю первое голосовое, второму второе, третьему третье. Также можно указать случайный порядок. Не забывайте нажимать кнопочку «Сохранить». Голосовым автоответчиком я рекомендую пользоваться с одного аккаунта. В данный момент, например, у нас работает этот аккаунт. Второй запускать не нужно, иначе будут наложения звуков. Эти автоответчики будут накладываться друг на друга. Если вы уже продвинутый пользователь, и чтобы не происходило вот этих накладываний звуков, вы можете запустить первый автоответчик. В нем указываем, например, случайную задержку между действиями. 20 секунд. Нажимаем «Сохранить» и запускаем этот инструмент. Мы знаем, что у нас голосовое длится 22 секунды. Значит, запускаем этот аккаунт, и потом через примерно 40 секунд можем запустить второй аккаунт, чтобы не было у нас наложений звуков. Если вы правильно рассчитаете, таким образом можно будет запускать и 3 аккаунта одновременно. После того, как мы запустили инструмент, можно его таким вот образом свернуть в маленькое окошечко, чтобы он нам не мешал. Либо можете, нажав здесь снизу, свернуть его. Повторное нажатие откроет его, обратите внимание. Также можно его скрыть. Видите, он у нас исчез. Сейчас нажимаем на глазик опять. Он у нас появился. Обратите внимание. Но я всем рекомендую уменьшать в такое маленькое окошечко, чтобы знать, что он у вас работает. На этом урок по голосовому автоответчику мы закончим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова